Со всей страны коллективы железнодорожников отправили в Сочи на соревнования своих представителей. Самых спортивных, которые в свободное от работы время идут в спортзалы. Мне вообще не приходится бегать. Я другим видом спорта занимаюсь. Каким? Ну, если, может быть, что-то слышали. Кроссфит. Функциональный тренинг. Там тоже есть бег, но редко и не спринтерский, на выносливость. В этом году к международному проекту, который реализовывается седьмой год подряд, присоединились участники из Латвии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Впервые приехали крымчане. Бежала в стометровку со своими девчонками, а также девочки из других команд. Выиграла. Впечатлила. Впечатлила. Хороший уровень и спортсменов, и участников. И вообще, пробежала 16-9. Не самый мой лучший результат, но тем не менее в забеге выиграла. Здесь прошло уже два вида спорта. Это подтягивание и бег 100 метров. Для себя показали лучшие результаты, лучшие, чем у себя на родине. Поэтому постарались. Данные соревнования, как аналог ГТО. Они организованы для трех групп. Ведь возраст участников от 18 до 60 лет. В этом году участвуют 24 команды. Все они прошли в апреле отборочные соревнования и в Сочи приехали на финал. Они выполняют требования, не нормативы, а требования по определенным видам спорта. Это вот все, что мы делаем утром. То есть у нас бег 100 метров, метание спортивного снаряда, прыжки с места, отжимания, подтягивания. У старшей возрастной категории бег 2 километра и стрельба из мематической винтовки. В субботу на стадионе Югспорт пройдет уже командное многоборье, а также награждение победителей. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.